Вы сможете описать? Я сказала смогу. И тогда что-то вроде улыбки скользнуло на том, что некогда было ее. Лиана Токарева в этом спектакле не только актриса. Она автор инсценировки и режиссер. В его основе поэма Анны Ахматовой, реквием, письма и дневники поэтессы и ее ближайшего окружения. Когда-то очень давно, очень давно, папа привил мне любовь к поэзии. Ахматова и Цветаева – это две женщины-поэтессы, которые сопровождают меня с девятого класса. На сцене пять актрис читают стихи, пришедшие из Серебряного века. Весь спектакль – это поэтический разговор о жизни и родине. Я как стрелецкие жонки под кремлевскими башнями вытянут. На разном материале должен воспитываться зритель. И этот материал, конечно же, достойный и очень интересный. Поэтический урок. Были в практике такие, да, вот такого направления. Но именно поэзия Серебряного века такого не было еще. Для школьников такой спектакль может заменить одновременно и уроки истории, и литературы. Он рассчитан на старшеклассников и на всех тех, кто любит Ахматову и неравнодушен к истории родной страны. Чувства непреодолимые и хочется еще. И есть мысли читать, начинать Анну Ахматову. Главное, я думаю, сделано, потому что посеяно зерно. Зерно интереса, зерно памяти, зерно желания разобраться в самом себе. Поэзия Ахматова и в нашей истории. Спектакль заставил думать. Тут же в зале появились идеи для будущей постановки. Бывший педагог Валентина Жарикова предложила в поэтической форме рассказать о пребывании в Тобольске в царской семье по фрагментам поэмы Марины Цветаевой. Поэзия будет не такой, но он также будет оформлен прекрасно с музыкой. И также прочувствован, и также проникновенно донесен до публики, до нас. Анна Ахматова – поэтесса, которая чувствовала жизнь, понимала ее и помогала разбираться в ней с современником. Ее уроки полезны и нам. Лена Орехова, Рустам Брузеев, Тобольское время.